Панель быстрого запуска RocketDog Что ж, дорогие друзья, в данном видео я расскажу вам о том, как добавить в Windows красивую панель запуска, как на компьютерах Mac. Выглядит она следующим образом. К сожалению, по умолчанию в Windows не предлагается ничего подобного. У нас с вами есть только лишь маленькая невзрачная панель со значками. Данная панель призвана исправить это недоразумение. Как вы понимаете, это отдельная программа. Называется она RocketDog. Подобных программ довольно много, но RocketDog в первую очередь примечательен тем, что он мало занимает системных ресурсов и абсолютно бесплатен. В целом я противник различных украшательств Windows. Но данная панель действительно очень помогает в работе. Тем более, что подвесить на нее можно все что угодно. Запуск программы, открытие нужной папки, да и вообще на нее можно добавить любой файл. Что ж, как вы видите, в моем случае панелька уже стоит. Сейчас я поставлю видео на паузу и удалю ее со своего компьютера. После этого мы с вами начнем с нуля. Что ж, я только что удалил программу со своего компьютера. И теперь могу установить ее вновь, но уже вместе с вами. Как всегда, в дополнительных материалах вы сможете найти установочный файл данной программы. Запустите его и повторяйте за мной. Сначала выбираем язык и нажимаем на кнопку ОК. После этого жмем кнопку Далее. Затем принимаем лицензионное соглашение и опять же движемся дальше. Теперь указываем путь установки программы. Программа занимает всего 12 мегабайт, поэтому ее легко можно расположить на системном диске. Я все оставляю без изменений и жму на кнопку Далее. После этого поставьте галочку Создать значок на рабочем столе и нажмите на кнопку Далее. Затем жмем на кнопку Установить. По окончании установки жмем Завершить. Что ж, программа была установлена, теперь необходимо разобраться с тем, как ей пользоваться. Как вы помните, я просил вас поставить галочку Создать ярлык на рабочем столе. Я сделал это не просто так. Для того, чтобы начать пользоваться данной программой, необходимо проделать несколько нехитрых операций. Находим ярлык программы на рабочем столе и нажимаем на нем правой кнопкой мыши. После этого выбираем пункт Расположение файла. Перед нами появится папка, куда была установлена данная программа. Здесь мы находим файл RocketDock.exe и нажимаем на нем правой кнопкой мыши. После этого выбираем пункт Свойства. Затем переходим во вкладку Совместимость и в самом низу ставим галочку Выполнять эту программу от имени администратора. После чего жмем ОК. Но это еще не все. Теперь мы заходим в папку Program Files и находим там папку с нашей программой. Называется она RocketDock. Нажимаем на ней правой кнопкой мыши. Выбираем пункт Свойства. После чего переходим во вкладку Безопасность. И жмем на кнопку Изменить. В появившемся окне выделяем пункт Пользователи и ставим первую галочку Полный доступ. После чего жмем на кнопку ОК. Данное окошко тоже закрываем. Все. Теперь программой можно смело пользоваться. Эти операции были сделаны не просто так. Дело в том, что у некоторых пользователей программа не получает администраторские права и из-за этого работает некорректно. Не сохраняет настройки, отказывается запускаться и так далее. Поэтому пропускать данные моменты ни в коем случае нельзя. Что ж, теперь переходим к самой программе. Запускаем ее с рабочего стола. Мы видим, что на рабочем столе появилась панель быстрого запуска. В моем случае она имеет тот же самый вид, что и раньше. Однако в вашем случае выглядеть она будет значительно хуже. Дело в том, что я уже настроил ее под себя. Сейчас я расскажу вам, как это делается. По умолчанию панель прилипает к верхней части экрана. Для того, чтобы спустить ее вниз, необходимо сделать следующее. Нажать на ней правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Положение на экране». После чего щелкнуть по пункту внизу. Также, как видите, в моем случае панель приподнята над панелью «Пуск». Настроить этот параметр вы можете следующим образом. Опять же нажимаем на панели правой кнопкой мыши и убираем пункт «Настройка панели». В появившемся окне убираем раздел «Положение». После чего регулируем ползунок «Отступ от границы экрана». Также в настройках можно найти еще много чего интересного. Я советую вам изучить их от и до. Например, начнем с первого раздела «Общие». Здесь ставим галочку «Запускать панель при старте системы». В этом случае панель будет появляться вместе со стартом Windows. Как я уже говорил, данная программка занимает совсем мало системных ресурсов. Поэтому это не сильно нагрузит ваш компьютер. Следующий раздел «Значки». Здесь вы можете указать качество значков, настроить прозрачность, размер, эффект увеличения и многие другие параметры. На самом деле все эти настройки сугубо индивидуальные. С ними необходимо поиграть, прежде чем понять, что именно вам подойдет. Поэтому я советую вам изучить настройки панели от и до. Для того, чтобы подогнать ее именно под себя. Мы же с вами остановимся на более важных моментах при изучении данной программы. В частности, мы с вами до сих пор не разобрались с тем, как же редактировать значки на данной панели. Для того, чтобы добавить новый значок на панели RocketDock, необходимо сделать следующее. Нажать на панели правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Добавить значок». После этого выбрать один из двух вариантов. Либо мы хотим добавить на панель файл, либо путь к папке. Давайте разберем добавление нового значка на примере файла. В появившемся окне мы просто выбираем нужный файл. Как видите, значок появился на панели. Также добавлять значки можно простым перетягиванием файла на панель. Перемещать значки внутри панели можно точно таким же образом. Находим нужный значок, нажимаем левую кнопку мыши и перетягиваем его в другое место. Для того, чтобы удалить значок с панели, просто вытягиваем его оттуда. После того, как вы закончите работу с добавлением и сортировкой значков, нажмите на панели правой кнопкой мыши и уберите пункт «Закрепить значки». После этого значки нельзя будет двигать или удалять. Они будут закреплены на своих местах. Я советую закреплять значки после того, как вы настроите панель. В этом случае вы не сможете случайно удалить элементы панели. Что ж, о добавлении и удалении мы с вами поговорили. Теперь разберем редактирование отдельных значков. К примеру, мне не нравится данный значок, и я бы хотел изменить его изображение. В этом случае я выделяю его на панели и нажимаю правой кнопкой выше. После чего выбираю первый пункт «Настроить значок». В появившемся окне откроется папка со значками. Она располагается в главной директории программы и называется «Icons». Здесь мы можем выбрать любой понравившийся значок. К примеру, мне по душе вот такой. Я выбираю его из списка и жму на кнопку «Ок». Как видите, значок был изменен. Вы можете загружать любые картинки в папку «Icons» и в последующем использовать их для изменения значков программы. Как я уже говорил, сама папка «Icons» располагается в главной директории программы. Для того, чтобы получить доступ к ней, открываем расположение RocketDock и видим ту самую папку «Icons». Сюда и необходимо сбрасывать свои картинки. Я советую добавлять сюда картинки размером не больше, чем 256 на 256. Иначе будет сильное искажение. Что ж, как видите, панелька довольно интересная. Достаточно только лишь один раз настроить ее под себя и потом пользоваться многие годы. Например, я работаю с данной панелью уже полтора года. Полностью ей доволен и уже слава представляю, как я раньше обходился без нее. Что ж, а на этом, пожалуй, все. Устанавливайте программу RocketDock на свой компьютер и настраивайте ее под себя.